Среди детей, подростков, травмы и даже смертность на железнодорожных путях и транспорте, увы, явление нередкое. В целях профилактики сотрудники транспортной полиции проводят ознакомительные беседы с ребятами, рассказывают о правилах поведения в зоне повышенной опасности и раздают информационные буклеты. В Истринском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних дети разных возрастов. Особенно актуальной темой оказалась для Славы. Вместе с друзьями юноша один раз попробовал прокатиться зацепом на электропоезде. В качестве экстрима. Меня один раз поймали и все, я закончил. Меня один раз предупредили, мне это хватило на всю жизнь. А как вы предупредили, что сказали? Сказали еще раз, так получится, а вернется плохо. А вот такие встречи помогают? Да. И сняли, да? Ты больше так не будешь? Нет. Для ребят вам младше сотрудники транспортной полиции показали специальные мультфильмы. Нарисованные герои на собственном примере показывают и рассказывают, какие последствия могут быть из-за невнимания на станциях, переездах и в электропоездах. Скажите, как вам мультики? Что узнали? То, что нельзя бегать по железной дороге, куда едет поезд. Еще что? Еще что нельзя в наушниках переходить по железной дороге, поезд так можно не услышать. Провода нельзя везти, а то тебя током ударят. В наушниках нельзя переходить дорогу, по рельсам бегать. В рамках благотворительной акции руководство линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская и сотрудники линейного отдела станции Новый Иерусалимская в завершении встречи подарили центру полезный подарок – плазменный телевизор с подключением к системе спутникового телевидения. Детский травматизм присутствует, но, опять же, благодаря таким акциям и проведению беседам в общеобразовательных учреждениях это снижается и надеемся, конечно, что в дальнейшем исключить такие моменты. Запланированы акции, конечно, по посещениям также у нас музея железнодорожного, расположенного на Рижском вокзале. Также приглашаем и школьников, и дошкольного возраста для посещения. То есть это мероприятие интересное детишкам посмотреть, наглядно поприсутствовать в поездах, которые были ранее. А как можно записаться на эту экскурсию в музей? Позвонить по телефону, запланировать дату, день. Мы согласуем с экскурсоводом данного мероприятия и с руководством.